Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новое поколение смарт-браслетов Huawei Band. Этот смарт-браслет Huawei Band 9. Стоимость осталась примерно прежней, это 2900 рублей. Сегодня мы узнаем, стоит ли обновляться, если у вас Huawei Band 8. Что есть за обновление, что есть интересного, немножечко сравним со Xiaomi Mi Band 8. Узнаем, что лучше. Погнали! Смарт-браслет приходит в коробке из тонкого картона. Спереди показан сам смарт-браслет. Сзади технические характеристики и основные фишки смарт-браслета. В комплектацию входят инструкции на многих языках, в том числе и на русском. Дальше вот такой довольно качественный магнитный кабель, но вот сам магнит среднего качества. Так что лучше каждый раз проверять, идет контакт или нет, иначе зарядка может просто не идти. Вот он сам смарт-браслет. Выглядит довольно стильно. Давайте начнем с ремешка. Он здесь само собой съемный. Вот такой тип ремешка. Огромное количество на том же Яндекс.Маркете кастомных ремешков. Есть совершенно разные. Силиконовые, кожаные, металлические, всякие креативные. Что касается стокового ремешка, он хорошего качества. Соединяется вот таким. Еще вот таким образом. Рука под ним не потеет. Сзади контакты зарядки, всякие датчики. Вот такая толщина. С этой стороны есть механическая клавиша. Спереди один 47-дюймовый экран. Есть 2,5D. Вот такое закругление. 194 на 368 разрешение. AMOLED матрица. Присутствует технология Always On Display. Отличного качества экран. Яркая, сочная картинка. Черный цвет такой, как и должен быть. Вот вы сейчас сами видите. Только под определенными углами можно увидеть рамки этого смарт-браслета. Что касается рамок сбоку, рамки минимальные. А вот сверху и снизу они довольно большие. Если ставить темные циферблаты, выглядят они выигрышно. Если ставить яркие цветные циферблаты, все зависит, конечно, от циферблата. Но некоторые выглядят не очень. По материалам корпуса. Это полностью пластик. Весит смарт-браслет полностью с ремешком стоковым. Всего 24 грамма. Давайте сравним с Xiaomi Mi Band 8. Ремешки здесь тоже плюс-минус одинакового качества. Давайте теперь заценим, что этот смарт-браслет умеет. Здесь большое количество разных циферблатов. Мы их устанавливаем через приложение на телефоне. Из плюсов есть русские циферблаты с русскими буквами. Из минусов есть платные циферблаты. Да, стоят они недорого. Но, например, на смарт-браслете от компании Xiaomi платных циферблатов нет. Ну и выбор бесплатных циферблатов здесь большой. Так что каких-либо проблем у вас не будет. Свайп снизу вверх открывает уведомления. Здесь показывается иконка приложения. От кого пришло уведомление. Показывается примерно 300 символов. То есть весь текст не влезет. Можем ответить, например, смайликами. Или заранее подготовленным текстом. Мы можем сами здесь придумать какой-нибудь ответ на телефоне. И здесь это сохранится. И мы будем так отвечать. То же самое есть и на звонок. Свайп сверху вниз открывает быстрый доступ к некоторым приложениям. Это удобно. Например, можно вот так быстренько включить фонарь. Или тот же будильник, секундомер. Эти приложения я еще обязательно покажу. Свайп слева направо открывает погоду. И некоторые приложения, которые работают на фоне. Да, здесь есть какая-то минимальная многозадачность. Например, мы можем включить секундомер. И пользоваться им на фоне. То же самое. По таймеру. Но не все приложения могут работать в фоне. Например, мы не можем заниматься тренировкой. Выйти и ответить на уведомления. Свайп справа налево открывает виджеты. Мы все это сами настраиваем. Прямо со смарт-браслета. Вот таким образом выбираем, что здесь должно быть. Чтобы войти в меню, нужно нажать на единственную физическую клавишу. Вот так здесь выглядит меню. Давайте по очереди пройдемся. Первое это тренировки. Здесь большое количество разных тренировок. Есть автотренировки. Это то есть мы начинаем заниматься бегом или ходьбой. И смарт-браслет поймет и включит тренировку. К сожалению, это только в двух режимах. Как раз бег и ходьба. Давайте самый стандартный бег на улице я вам продемонстрирую. Вот так выглядит. Первый рабочий стол. Довольно крупные символы. Все подробно. Также здесь можем управлять музыкальным плеером. Это плей-пауза. Предыдущий и следующий трек. И управление громкостью. Также есть запись тренировок. Статус тренировки. Запись активности. Это шагомер. Пульс. И так далее. Что касается шагомера. Здесь он работает идеально. Здесь скорее всего самые свежие датчики. На 100 шагов у меня максимум было всего 2 шага ошибки. А в своем большинстве вообще 0 ошибок было. Это очень хорошо. То же самое. И по пульсу измеряет он. Очень точно. И в состоянии покоя. И при тренировке показывается точно. Что касается кислорода в крови. Никогда подобные недорогие смарт-браслеты. Смарт-часы. Не будут измерять это точно. Так что лучше купить специализированное устройство. То же самое по стрессу. Есть дыхательные упражнения. А вот сон показывается вполне точно. Даже фазы сна показываются вполне точно. Так что ему в этом плане можно доверять. Уведомления я вам показал. Музыку тоже. Здесь очень подробная погода. Вот так выглядит сверху. И вот здесь. На целый день. На целую неделю. И снизу еще вот такие подробности. Календарь синхронизируется с Google календарем у вас на телефоне. Будильник можете настраивать прямо со смарт-браслета. Таймер и секундомер я вам уже продемонстрировал. Фонарик. Здесь есть интересный момент. Что мы сами выбираем цвет. Также можно включить режим мерцания. На самом деле иногда подобный фонарик может быть полезен. Подсветить замочную скважину или дорогу перед собой. Для этого его хватит. Поиск телефона. Это телефон начнет вибрировать. То же самое с телефона. Можно найти смарт-браслет. Он тоже будет вибрировать. Дальше настройки. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Экран и яркость. Здесь есть автояркость. Работает идеально. Дальше здесь все довольно стандартное. Вот таким образом я вам покажу. Ничего особо здесь интересного нет. Что касается Always On Display. Он здесь работает на данный момент. Кривовато. Скорее всего в будущем с новыми прошивками. Это обновится. Но в моем случае он выключается. Может через пару минут. Может через час. Может через несколько секунд. А может вообще не выключится. А он и не должен выключаться. Что касается эксклюзивных Always On Display. Выбор сейчас минимальный. Возможно в дальнейшем появятся еще циферблаты. Сейчас есть только предустановленные. И буквально в нескольких кастомных циферблатах поддерживается новый Always On Display. Во всем остальном можем выбрать силу вибрации. Она здесь довольно мощная. Режим не беспокоить. Режим сна. Можно поставить пин-код. Чтобы только мы могли пользоваться смарт-браслетом. Во всем остальном это самые стандартные настройки. Здесь особо не на чем больше останавливаться. Вот такой функционал у этого смарт-браслета. Чему я удивился. Что работает этот смарт-браслет на Bluetooth 5.0. Казалось бы 2024 год. Уже хотелось бы самый новый Bluetooth. Но здесь почему-то Bluetooth 5.0. По аккумулятору он здесь на 180 мА. Если постоянно быть подключенным к телефону. Но пользоваться смарт-браслетом не так часто. То у меня они выдержали примерно 10 дней. Если активно пользоваться смарт-браслетом. Это время будет примерно 7-8 дней. Если пользоваться постоянно Always On Display. И он будет работать постоянно. То это время будет примерно 2-3 дня. А если пользоваться просто как часами. Или спортивными часами. То это время увеличится примерно до 15 дней. Присутствует степень защиты. Это 5 атмосфер. Можно погружаться в воду с этим смарт-браслетом. Я это само собой протестировал. Смарт-браслет поддерживается приложением Huawei. Мне приложение понравилось. Оно стабильное. Никаких вылетов, лагов, багов я не заметил. Вот здесь мы можем выбрать циферблаты. Есть платные циферблаты. Есть отдельный отдел с бесплатными циферблатами. Давайте я покажу какой здесь большой выбор есть. И обычный есть и креативный. Так что бояться, что есть платные циферблаты не стоит. Вот я продолжаю крутить. А циферблаты до сих пор появляются. По остальным настройкам здесь максимально все просто. Вот можете сами посмотреть. Особо интересного здесь даже нет ничего. Давайте вот так. Я пройдусь. Можете поставить на паузу. И прочитать какие здесь есть настройки. Возможно кому-то это будет полезно. Прошивок удивительно, но еще не приходило. Возможно в дальнейшем прошивки будут приходить. Они обязаны приходить. Потому что есть еще небольшие недочеты в этом смарт-браслете. Это например проблемы с Always On Display. И время от времени здесь есть подлагивание в интерфейсе. Во время обзора я эти лаги не нашел. Они бывают очень редкими. И по любому новыми прошивками это исправят. Но такие моменты есть. Также из минусов это Bluetooth 5.0. Здесь новые датчики пульса, шагомера. Но вот почему-то Bluetooth остался старым. Во всем остальном это хороший смарт-браслет. Вполне может конкурировать с конкурентами. Здесь уже кому что больше нравится. Даже по внешнему виду более строгий смарт-браслет от компании Huawei. Или вот такой смарт-браслет от компании Xiaomi. Если вы хотите сравнение этих двух смарт-браслетов. Напишите в комментариях. Я сделаю подробное сравнение. Здесь мы только больше по внешнему виду прошлись. Что касается различий со Huawei Band 8. Они здесь минимальные. По сути только добавилась автояркость и новые датчики. Во всем остальном это тот же самый смарт-браслет. Смысл менять с 8 версии? Я не вижу. Если у вас более старые конечно. Лучше поменять. Хороший смарт-браслет за свои деньги. Посмотрим что будет дальше. Надеюсь с прошивками все минусы исправят. Пишите ваше мнение внизу в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет только интереснее. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.